Столица, не устаю повторять, город маленький. И если смотреть на карту DC, пока ещё она ограничена размером 177 квадратных километров, то это ровненький ромб, который разделяется на два треугольника цифровой 16 улицей. Ну и, соответственно, все улицы с севера на юг – это цифры. Так вот, если спросить у экскурсовода, каковым я являюсь, по какой улице лучше всего въезжать в Вашингтон, то я без обдумывания скажу именно по этой 16 улице, которая начинается на самой верхушке, на самом углу этого ромба, где стоит тот знаменитый дом, что половинкой своей ещё в Мериленде, а половинкой уже в DC. И эта 16 улица – та самая дорога, по которой в 1793 году президент Джордж Вашингтон, тогда ещё даже и не прошедший инаугурацию, то есть потенциальный или будущий президент, направился в то место, где будет заложена столица, в прямом смысле этого слова, заложить первый камень будущего города. Происходило это 18 сентября, и потому как раз завтра в связи с этой датой и будет проходить массовое мероприятие у того самого здания Капитолия, основополагающий камень которого заложил тогда ещё будущий президент. Но сначала вернёмся на 16 улицу, старую дорогу, по которой как раз и направился в будущую столицу Вашингтона. Сегодня это самая длинная улица, вводящая Вашингтон, и эта улица похожа на ствол дерева, от которого ветками отходят этнические районы. И самый северный район 16 улицы – это Еврейский район. Именно в этом районе, на самом краю, на границе с Мерилендом, и происходили вчера массовые собрания у синагог. Кстати, начало 16 улицы – это сразу две синагоги, одна напротив другой, одна сифардийская, другая ашкеназийская, в связи с тем самым священным днём в году, днём Йон-Кипур, когда евреи постят, отказываются от всех жизненных радостей в ожидании приговора этого высшего суда. Много людей было, но при этом были проведены сверхпретендентные меры, беспретендентные меры осторожности в связи с коронавирусом, и вакцинация, и маски, которые раздавали, и пренепременная просьба показать карточки о вакцинации, и многое-многое другое. Так что, судя по всему, всё было заранее продумано. Будем надеяться, что святость этого дня ещё будет порокой, не продолжающейся или, наоборот, не усилившейся волны нового заражения, новой эпидемии. Так вот, именно, может быть, связано с традицией Йон-Кипура одеваться во всё белое, и белый цвет – это цвет этого дня, а может быть, просто случайное совпадение, но уже сегодня утром на завтра после Йон-Кипура уже на национальном моле, а это самый центр Вашингтона, это от Белого дома до Капитолия по бульвару, на котором находятся все знаменитые самые главные музеи, выставляются белые флажки. Нет, это не дань уважения к празднику Йон-Кипур, а это уже тема продолжающегося высшего суда. И тех, кто, увы, получив плохой приговор, ушли из жизни за время эпидемии. Цифра на самом деле уже значительно больше, но флажков будет к завтрашнему дню выставлено 630 тысяч. В специальных коробках все одинаковые, множество волонтёров участвуют в этой, я бы даже сказала, операции. Знаете, дорогие друзья, два раза в год на Арлингтонском кладбище, где 350 тысяч могил, происходит в канун Рождества и в канун Дня памяти, похожая операция, когда на каждую могилу выставляется флажок в День памяти или маленький рождественский веночек в канун Рождества. Так вот, это очень похожая ровными специальными дизайнерами продуманная инсталляция, которая уже к завтрашнему дню должна быть готова. Ну, а что касается завтрашнего дня, то он будет очень напряжённым, потому что давно готовясь к этому называемому правого крыла Капитолия Ралли. Правое крыло в данном случае не точно справа и слева, а имеется в виду республиканцы, которые считаются правыми относительно левых демократов в Конгрессе. Так вот, имеют непосредственное отношение к организации республиканцы или просто в их поддержку. Но завтра будет то ли это ралли в поддержку больше Трампа, то ли в поддержку республиканцев, но официально заявлено как ралли, которое требует объективности расследования и наказания, если или просто определения исторической значимости событий 6 января. Так что название не конкретное, но во что могут вылиться плакаты и собрания завтрашние, сказать трудно. Однако могу констатировать, забор вокруг восточного крыла Капитолия, восточной части фасада, уже восстановлен, и он очень прочный, сбить его не так просто. Так что, конечно же, охранники Капитолийского холма и обитатели его очень напряжены в преддверии завтрашнего дня. Хотя ни членов Конгресса, учитывая, что завтра выходной, ни, конечно же, президента в Вашингтоне не будет. Президент уже сегодня, буквально через полтора часа, отправляется в свой родной штат и будет там, скорее всего, все выходные. Так что президент отдыхает от уставшей, от прошлой недели, где он очень волновался об итогах голосования в Калифорнии, но, как и все предполагают, без исключения, голосования в Калифорнии завершились в пользу демократического губернатора, у которого уже появилась уже симпатичная в русском варианте кличка, я не буду ее оглашать, а вы сами догадаетесь, его зовут Ганн Ньюсон, и Гав Ньюсон – это сегодня победитель, который получил все-таки большинство голосов, что очень вдохновило президента на его рейтинг, падающий откровенно в качестве президента. Мне осталось только добавить, что параллельно начался фестиваль, выставка новых книг в библиотеке Конгресса, это тоже чудесный знак, и этот фестиваль продлится аж до 26 числа. Ну, а я вам вновь и вновь напоминаю о предстоящих путешествиях, куда я вас настоятельно приглашаю. Путешествия все подробно описаны и перечислены на моем сайте «Анна Топоровский», одним словом, «топоровски.сквай.com». Но особое внимание советую вам обратить на маршрут первой половины ноября, когда можно, выехав автобусом комфортабельным из Нью-Йорка, доехать за 8 дней до Лос-Анджелеса через 16 штатов, увидев все красоты штатов по обе стороны 70-й дороги, а потом после созерцания в Лос-Анджелесе вернуться по совершенно другой, легендарной, еще более прекрасной 66-й дороги. И за 15 дней, хотя можно выбрать любую половину из этих 15 дней, увидите 24 штата во всей красе с достопримечательностями, посещениями и любованиями. Читайте, выбирайте, звоните. Хороших вам выходных. С любовью к вам из Вашингтона. Ваш человек в DC Анна Топоровская.